Здравствуйте, с вами Влог. Ничего святого с Сергеем Поярковым. Я тот художник, который может видеть каждого, как только в сети появилось вот это вот фото Арестовича с перевязанным подбитым глазом, сразу же народ жизнерадостно начал рожать сравнение. Ну, от благородного сравнения с адмиралом Нельсоном, ну, конечно, до того, что когда Арестовича посадят, то на зоне у него будет кличка Пусто-1, ну, как доминошка. Лично я считаю, что абсолютно точно знаю, какой именно предмет попал в глаза Арестовичу. Ему туда прилетели усы Пескова. Собственно говоря, результат-то предсказуемый. Потому что, если провести аналогию с вот этой известной сценкой из «Бриллиантовой руки», где Арестович выступает как бы в роли Геши Казадоева, которому говорят, «Геша, сотри не перепутай кутузов, бабе цветы, дитям мороженое», возникает вопрос, вот кто дети, а кто мороженое? Кто баба, а кто цветы? Потому что, ну, ведь смеяться-то нечему. Мы уже эту ситуацию с вами проходили. Потому что сегодня мы повторяем вот эту вот российскую известную ситуацию, когда Путина сменил Медведев. То есть сегодня де-факто роль Путина у нас будет играть Ермак, а роль вот этого вот фитюльки Медведева, такой дурилки картонной, играет Зеленский. При том, что формально, конечно, должность Зеленского первая в государстве, а должность Ермака вообще никака. По факту они забодяживают ту же самую шнягу, что когда-то хотели нам впарить семейство Януковичей. То есть они вот по вот этому путинско-российскому сценарию уже себе три века намотали. Они намерили себе вечную власть. Они уже совершенно точно и конкретно проявились в том, что они не собираются из власти никуда уходить. Они собираются при любых обстоятельствах исключить демократическую передачу власти. И сегодня де-факто Зеленский, не управляющий ничем, не контролирующих лично ничего, выполняет роль свадебного генерала, которая полностью совпадает с тем, чем он занимался в 95-м квартале, а страной управляет. Там Ермак, Арахамия, Шмыгаль. У каждого свои группы, которые взяли под контроль все. Ну, а собственно, что? У нас сейчас есть таможня, НДС. Вдумайте, сегодня Украина, ну, где-то между две трети и три четверти бюджета, это помощь наших западных союзников. И сегодня вот это вот все контролируется узкой группой людей, которых никто не выбирал возглавить это все. Зеленский занимается любимым делом, то есть он скачет по сцене, выслушивает аплодисменты, а вот он действительно профессионально это умеет делать. Никто из нас с вами так профессионально, как Зеленский, не умеет выслушивать комплименты, аплодисменты и рассказы, какой он великий и в мире почитаемый. На самом деле, всю вот эту вот непредъявляемую нам работу по расхомячиванию государства и помощи делают такие же профессионалы, только Зеленский профессионал в плане там поржать, поскакать, ну и, собственно, он не зря ездил в Оман, то есть я не думаю, что он, если при Коломойском себя не обижал, то при Ермаке себя обидит. Мы же отлично понимаем, что чувак, который не платил налоги всю жизнь, хомячил бабло, у которого квартира в Лондоне, на Средиземноморье, у него вилла, куча квартир в Киеве, квартиры в Батуми, огромное количество активов, которые он никак не может подтвердить своими доходами, уж точно не изменился, как только на президентскую должность попал, наоборот. Они прошли тот период становления, когда, наконец-то, они окрепли, им сейчас не нужна помощь олигархов, они не нуждаются. Интереснейший факт. Вы знаете, что Ахметов с ними не договорился. Мне тут сорока на хвосте принесла. Ахметов хотел строить здесь огромный завод, ну, вот вместо того, что разбомбили в Мариуполе, и будет строить его в Италии за 3,5 миллиарда. Он уже купил местонарождение в США. Он сейчас будет строить в Италии огромнейшее предприятие, гигантское, которое будет приносить пользу, опять-таки, в Европе. Он будет там уважаемым человеком, который инвестировал гигантские деньги, а с этими он не договорился. Потому что, а зачем нашим, вот этим додикам, с их методикой, какой-то там Ахметов, который будет на них влиять, у которого будет влияние. Опять, любите, не любите Ахметова. Это ваше дело. Порошенко или Пинчука, Коломойского или Суркисов. Вопрос в том, что суть свободного демократического государства в том, что в состязательной борьбе политические партии, как и бизнесмены между собой, конкурируют. А эти не хотят вообще конкуренции нигде. Зачем им нужен какой-то там самостоятельный Ахметов, который построит свое предприятие и будет платить налоги в Украине, значит влиять, потому что придется подстраиваться, слушать его. Западные опять-таки партнеры скажут, ну вот построил бизнес, что вы там хотите еще. Нет, им лучше всего сделать так, чтобы никто ничего в страну не инвестировал, никто никакого влияния не приобретал. И вообще, их главная задача уничтожить любые политические партии, движения, причем любыми средствами, они пришли к тому, что, как Саша Янукович когда-то говорил, что мы пришли навсегда. Сначала папа, два срока, потом Саша Янукович говорил, потом я, два срока, а потом еще брат, два срока. И на сегодняшний момент у них есть два срока, условно, Зеленского, два срока Ермака. Я не знаю, входит ли Арахамия, то есть, может быть, это святая троица, может быть, там вообще четверица или пятерица, но нихренарица у них не получарится. Вот что им светит. Причем, их абсолютное непонимание того, что их план не зайдет, основывается на том, что люди, которые находятся сейчас на Банковой, вот все, кого я перечислил, и все их подчиненные, это те, кто на Майдан не выходили. По большому счету, вокруг Зеленского сформировался вот круг антимайдановцев. Это антимайдан, который сегодня пришел к власти. И при том, что фактически антимайдан пакуется и хомячит, тем не менее Украина ухитряется громить врага, друзья мои. И здесь бы я очень попросил вас, чтобы вы не ленились объяснять это вашим друзьям, знакомым. Когда вам говорят, ну что вы, вот это вот там в интернете, YouTube, сотрясение воздуха, нифига. Есть такое понятие, как общественное мнение, общественное настроение. И зависит оно от каждого из нас. То есть, когда каждый из нас, всем нашим знакомым, доносит правду до ушей и настаивает, чтобы они своим знакомым тоже доносили, то обязательно это приведет к тому, что после победы над врагом мы вернемся назад вот к тому нормальному, свободному, демократическому состоянию гражданского общества, где в справедливой и жесточайшей конкуренции мы будем строить процветающее наше с вами государство. Не забывайте подписываться на мой влог, ставьте лайки, пишите комментарии, распространяйте в соцсетях, а победа, друзья, неизбежна будет за нами, потому что за каждым из нас не заржавеет.